Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. 8 лет за акцизную марку. За подделку алкоголя бутлигерам грозит реальный тюремный срок. Охота на судовладельцев. Судебные приставы ищут должников в акватории Волги. Пропала многолетняя свалка. С улицы Товарная вывезли сотни тонн мусора и отходов. До 8 лет лишения свободы за подделку акцизной марки на спиртное бутлигерам и торговцам, которые после 1 июля продолжают заниматься преступным бизнесом, грозит реальное уголовное наказание. Навести порядок такую задачу поставил губернатор. Николай Меркушкин провел видеоконференцию, в которой приняли участие больше 7 тысяч человек. Олег Зверев тоже выслушал аргументы. Эксперты и экономисты дают лишь приблизительную оценку ущерба, который наносит государству нелегальный рынок спиртного. Так, за один только год Самарская область теряет от 3 миллиардов рублей. Гуляй поле осталось в наследство с 90-х, когда, чтобы торговать пивом или водкой, вообще не требовалось никаких документов. Навести порядок в ближайшее время. Такую задачу обозначил во время видеоконференции губернатор. В онлайн-совещании приняли участие 7 тысяч человек. Из-за нелегального оборота, по разным оценкам, мы теряем от 3 до 4 миллиардов рублей ежегодно. А если брать примеры других регионов, которые работают очень успешно, относительно, то эту цифру можно еще умножать полтора-два раза. То есть, насколько много они в итоге имеют для бюджета и насколько общая ситуация у них благополучная. На связи МТЛ-арена, а также большие спортивные и актовые залы во всех городах и районах области. На тропу войны с левой водкой выходят всем миром. Сегодня это дело не только легальных производителей и госвласти. Организацию контроля берет на себя общественность, а возможности навести порядок сегодня есть. С 1 июля 2017 года законодательство стало жестче. Теперь это вопрос не только экономической безопасности, но и здоровья нации. За год в Самарской области контрафактным алкоголем отравились больше тысяч человек. Летальным исходом закончились 159 случаев. Мы за это время проверили порядка 65% объектов потребительского рынка, который торгует алкоголем. Это более 900 объектов. И должен вам сказать, что в третьей из них обнаружены нарушения, связанные с нарушением лицензионного акцизного законодательства, скажем так. Это очень большая цифра. Это означает, что мы недополучаем очень серьезные деньги, которые можно было бы пустить на развитие города, на развитие инфраструктуры. И губернатор в очередной раз сегодня достаточно жестко подчеркнул, что задача полного сбора налогов, в том числе акцизов, это задача не только системы правоохранительной, но и системы муниципального управления. С июля выросли штрафы за нелегальную продажу спиртного. Суммы теперь исчисляются миллионами. Кроме того, бутлегерам и торговцам грозит уголовное наказание до пяти лет лишения свободы. Еще строже до восьми лет за подделку акцизных марок. Слишком велика цена. За организацию и покровительство преступного бизнеса любой руководитель может лишиться должности. Мы освободим любого главу района. Эти цифры еженедельно будут у меня. Еженедельно. И вам надо так настроиться. Не вот сначала догнать кого-то, а лет через пять Татарстан. Это все вещи такие. Вот все в абсолютно в наших руках. Это акциз. Это непростой налог. Глава региона привел в пример Татарстан, где уже с апреля все торговые точки подключены к системе государственного информационного контроля. В Самарской области целый ряд магазинов торгуют алкоголем по старинке. Еще одно нововведение соседей – всенародный контроль. Каждый, кто укажет на нелегальную точку, получает материальные поощрения. В Самарской области будет введена такая же система. Кроме того, более 120 тысяч человек заявили о своей готовности войти в число активистов народной инспекции. Сейчас, опираясь на законы в общественном контроле Самарской области, мы можем создать постоянные действующие общественные инспекции или группы общественного контроля в каждом микрорайоне. И я абсолютно уверен, что если к этой работе, кроме органов госкласти, подключатся добросовестные продавцы и также производители алкогольной продукции, мы сможем запустить ее в кратчайший срок и получить результат. Контрольные мероприятия будут проводиться при содействии силовых и надзорных ведомств. И, по мнению специалистов, навести порядок не составит большого труда, тем более, что положительный опыт в России уже есть. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Должникам нет спасения. И на воде судебные приставы вместе с ГИМС отправились в рейд. Инспекторы искали нарушителей правил движения, а приставы проверяли, есть ли у них неоплаченные долги. Почему перед тем, как отправиться в путешествие по Волге, нужно проверить все документы, расскажет Марина Кравцова. Вечер на Волге, но сотрудникам ГИМС не до романтики. У них работа в разгаре. Ловят нарушителей правил движения на воде. Попутно проверяют и документы. Вы свои документы давно заглядывали в последний раз? Да, давно. Управление катером мужчина освоил давно, а вот в права заглядывает нечасто. Инспектор сообщает, менять их надо было еще в прошлом году. Как и водительские права на управление маломерными судами выдаются на 10 лет. Вы сейчас управляли маломерным судном, не имея фактически удостоверения на право управления, так, как оно прослушивается. Мужчине выписывают минимальный штраф в 1000 рублей и подробно разъясняют, куда и с какими документами идти за новыми правами. Инспекторы напоминают, при себе водитель водного транспорта должен иметь не только права, но и судовой билет с отметкой прохождения техосмотра, если лодка чужая, еще и доверенность. Останавливают в основном тех, кто пересекает реку в неположенном месте. Здесь ходят баржи с грузом. Место повышенной опасности для лодочников. Наиболее частые нарушения – это управление маломерным судном, не прошедшим техническое свидетельствование. Также нарушение правил маневрирования. Соответственно, есть свои местные правила пользования водными объектами в Самарской области. Где прописано, где маломерные суды должны двигаться, а как они должны двигаться. Вместе с сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам в рейде судебные приставы. По Волге они путешествуют с акцией «Должник». Моментально по базе данных выясняют, есть ли у капитана катера или лодки какие-либо задолженности. Удобно это и для самих неплательщиков. Расквитаться с долгами они могут прямо посреди реки. У пристава есть с собой специальный документ, информационная книжка, благодаря которой они могут принять эти денежные средства. Если мы обнаруживаем гражданина, который является должником, то мы также вызываем его в отдел судебных приставов. То есть он также может явиться непосредственно к своему судебному приставу для пояснения ситуации. Только во время этого рейда приставы нашли трех должников. Двое вовремя не оплатили штрафы ГИБДД. Один больше 8 тысяч должен за коммунальные услуги. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. В августе в Самаре уберут все незаконные рекламные конструкции на муниципальной земле. Таких в городе осталось чуть больше полусотни. За три с половиной недели уже ликвидировали порядка 90 нелегальных рекламных счетов. Хранятся они на складе муниципального предприятия и в конце месяца их уничтожат. После приступят к демонтажу незаконной рекламы, которая стоит на частной территории. Кроме этого от нее очистят и заборы. В числе первых четвертый ГПЗ. Конструкции складируются на производственной базе МП Самара Водоканал. И с 27 августа мы планируем проводить их утилизацию. В августе месяце мы планируем закончить работу по демонтажу незаконных рекламных конструкций на муниципальных территориях и перейдем к демонтажу на частных территориях. Больше 40 камазов мусора со 100 квадратных метров в Кировском районе общественный совет помог жителям убрать огромную свалку отходов, которая копилась годами. Советы созданы по инициативе губернатора Николая Меркушкина, чтобы люди оперативно решали проблемы на местах. Финальную уборку на улице Товарная увидела наша съемочная группа. На улице Товарная завершается большая уборка. Раньше жители ближайших домов старались обходить это место стороной. На несанкционированную свалку везли строительные и бытовые отходы со всего района. В итоге за несколько лет здесь выросла огромная гора. Тут с одной стороны накапливалось веками. Если вы посмотрите на тот горизонт, я говорю, вот видно, вот по деревьям даже видно, отсюда сложно было и до забора. То есть высота была минимум метра три тут была. С постоянно растучей кучей мусора нужно что-то делать, решили активисты и обратились в общественный совет микрорайона. С помощью частных организаций свалку начали постепенно вывозить. Люди уже говорят спасибо, потому что не так страшно, не так уже неприятно, как это было, потому что запах здесь был тоже ужасный. Это была просто действительно очень долгие годы, огромная большая городская свалка. После завершения уборки на очищенной территории планируют организовать парковку. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Не справляются с покосом травы Кировские промышленные районы. На совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии ГАТИ представила результаты мониторинга. В городе на 130 участках траву ни разу не косили все лето. Обнаружено 66 пустырей, где трава по пояс. За эти участки отвечают районные власти. На остальной территории ситуация более благополучная. Ежедневно работают 32 бригады. Траву косят, когда она достигает 15 сантиметров. В парках, скверах и на набережные прошел четвертый рейд у дорог, третий. На отремонтированных улицах используют новые газонокосилки. В этом году это приближено МП-благоустройство. Такие машины, то есть их работу можно наблюдать на новых газонах на улице, которые вышли после комплексного ремонта. Это на проспекте Ленина, на улице 22-го, про съезд до Победы. То есть после их покоса видно, что волна как бы идет трава полосой. То есть достаточно красиво получается. Далее коротко о других событиях дня. Экскаватор разбил ковшом кабину трамвая. Это произошло утром во вторник на пересечении улицы Новосадово и проспекта Масленниково. Трамвай получил серьезные повреждения. У него помята кабина, полностью выбито лобовое стекло, рассказали очевидцы. К счастью, обошлось без пострадавших. ДТП оформили аварийные комиссары, после чего движение трамваев было восстановлено. В Самаре началась прокурорская проверка соблюдения федерального законодательства руководством ТЦ «Апельсин». Поводом послужила ЧП с шестилетней девочкой. Она упала со второго этажа и получила травмы головы и тела. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии и находится в больнице. Назначена доследственная проверка. Под Самарой пенсионерка запуталась в кувшинках на реке Сок и утонула. Трагедия разыгралась неподалеку от поселка Старосемейкино. По словам очевидцев, пенсионерка решила переплыть на другой берег, расстояние до которого составляет около 180 метров. Но спустя длительное время она так и не появилась на пляже. На место происшествия прибыл водолазный отряд. Женщину обнаружили около противоположного берега. Она не доплыла всего 5 метров. В течение этой недели в регионе погода будет формироваться под влиянием антициклона. Он переместится с Верхней Волги на Южный Урал. Дожди маловероятны, а температура воздуха будет близка к средним многолетним значениям. В ночь на среду, 16 августа, в области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит 16 градусов. Днем прогреется до 27 градусов. В речпорт Сызра не зашла яхта люкс-класса Посейдон-777. Как указывается на сайте производителя, яхта имеет длину 25 метров и водоизмещение 64 тонны. В ее четырех каютах может разместиться 8 человек. Максимальная же скорость такой яхты составляет 28 узлов. Цена роскошной яхты доходит до 4,5 миллионов долларов, что в пересчете на рубли примерно составляет 260 миллионов. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Самарскому бизнесу предлагают выйти из тени. Сегодня снесли еще 6 нелегальных киосков на Старозагора. Подвальная эпопея в десятилетия благодаря Общественному совету микрорайона закончилась история протекающих коммуникаций. Самарские бегуны лучшие в эстафете. Легкоатлеты выиграли спартакиаду учащихся на всех четырех дистанциях. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова